Добрый вечер на новой Одессе время новостей в студии Ирина Коробко о событиях в стране и Одессе оперативно доступно объективно в нашем выпуске. Символичная акция. В День памяти героев Крута оппозиционеры передали обращение в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с политзаключенными Тимошенко и Луценко. С вещами на выход очередной конфликт на очередном Одесском рынке. Нашим рынком, где мы торговали. Чисто там, где убирают. Водители пригородных маршрутов констатируют, проехать можно, но сложно. Как дороги в области? Очень плохие. Поганые. Плохо убраны, да? Да. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. И начнем вот с чего Печерский районный суд Киева сегодня признал бывшего генерала МВД Украины Алексея Пукача виновным в убийстве в 2000 году известного украинского журналиста Георгия Гангадзе и приговорил его к пожизненному заключению. Обезглавленное тело Гангадзе обнаружили в ноябре 2000 года в лесу в Киевской области. Вскоре после этого были обнародованы записи, якобы сделанные экс-майором госохраны Николая Мельниченко в кабинете тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы. На записи голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение разобраться с журналистом. Украинские спецслужбы арестовали Пукача в 2009 году после нескольких лет розыска. В 2008-м троих бывших милиционеров, подчиненных Пукача, суд признал виновными в совершении убийства Гангадзе и приговорил длительным сроком тюремного заключения. В то же время мать журналиста Леся Гангадзе в суд сегодня не приехала, поскольку не верит, что там вершилось правосудие. Она по-прежнему считает, что ее сын жив. Сегодня председатель фракции Батькивщина Арсений Яценюк, председатель полицовета Объединенной оппозиции Батькивщины Александр Турчинов, народные депутаты и представители Объединенной оппозиции участвовали в мероприятиях честования памяти героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. Украинская независимость и украинское государство – это достижение, окропленное кровью миллиона украинцев. Эта борьба дала возможность, чтобы сегодня Украина была независимым государством, двигалась вперед в Европейский союз, а не таможенный, который, к сожалению, также имеет часть большевистской истории, подчеркнул Арсений Яценюк. И честь героев – это важно для будущих поколений. Мы сегодня, как Батькивщина, тут, на Аскольдовой могиле, наши оппозиционные партнеры поехали к Крут. И таким образом, оппозиция сделала все для того, чтобы показать свою высокую шану и свою повагу до тех людей, которые боролись за украинскую независимость и до тех людей, которые ее выбрали. Представители оппозиции возложили цветы к каменному кресту Мемориала памяти героев Крут. После этого состоялась панихида, которую возглавили иерархи и духовенство Украинской Православной Церкви. А в Одессе удалось избежать прогнозируемого многими конфликта во время митинга, посвященного памяти героев Крут. Два враждующих лагеря, активисты Всеукраинского объединения «Свобода» и представители организации «Молодежное единство» провели свои акции отдельно друг от друга в разных районах города. Как в нашем городе прошла 95-я годовщина боя под Крутами, расскажет Светлана Пензова. Слава героям Крут! Слава героям Крут! Традиционно с лозунгов началась патриотическая акция Всеукраинского объединения «Свобода». После запрета суда проводить мероприятие в центре Одессы, свободовцы в последний момент изменили место его проведения. Таким образом, предотвратив назревающее столкновение с контракцией Организации «Молодежное единство». Для того, чтобы не сприяти провокационным силам, а для того, чтобы все одно гидно и достойно вшанувати память героев Крут, мы сегодня перенесли место встречи, мы подали заявку иншу на проведение памятной акции биле памятника Шевченко. Запланированное факельное шествие заменили факельным митингом. Почтить память погибших под Крутами возле памятника Тарасу Шевченко собралось порядка сотни молодых людей. «Захищать нашу независимость, нашу кордону вырушили не дієву частину, а вот эти 300 хлопців-героев. Ці гинники, вони знали про не минувшу поразку, але брали багнета, і співаючи наш національний гимн, вони йшли на лютую смерть». Акція ко дню памяти героев Крут, несмотря на прогнозы о массовых потасовках, прошла мирно. Десятка милиционеров, призванных следить за порядком, оставалось просто наблюдать за происходящим. Светлана Пензова, Эдуард Шендурович, Новая Одесса. Тем временем лидер украинской оппозиции, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, в День памяти героев Крут, призывает украинцев организовать круты мафиозному режиму, так сказано в его обращении. Экс-премьер напомнила, что в этот день, 95 лет назад, несколько сотен юных защитников Украинской Народной Республики пытались самоотверженно остановить армию большевистских захватчиков, которая шла на Киев. А сейчас потомки этих же большевиков, и далее цитируем, чуть модернизованные и перекрашенные, снова наступают на столицу и все наше государство. Не случайно именно сегодня по всей Украине представители объединенной оппозиции Батькивщина провели пикеты у зданий прокуратур, чтобы передать обращение с требованием разобраться в ситуации с политзаключенными Тимошенко и Луценко. Как это происходило в Одессе, знает Максим Шпат. Таким пикетом мы прежде всего отставим не только свободу лидеров оппозиции. Мы отставим вообще в принципе свободу каждого гражданина Украины. Мы отставим возможность считаться Украине демократическим европейским государством, где есть ценности европейские, где есть права, где есть демократия, где есть свобода, где есть судебная система, которая не работает в угоду тому или иному чиновнику. Общее обращение, которое подписали представители оппозиционных партий, не случайно подали именно в областную прокуратуру. По словам оппозиционеров, работники прокуратуры буквально каждый день придумывают новое обвинение. Новые уголовные дела с единой целью, чтобы и дальше Юлия Тимошенко и Юрий Луценко оставались за решеткой. Мы просим вас загадать присягу, которую вы давали Украине Анне Януковичу персонально. Мы требуем прекратить преследование за политическими мотивами и прекратить фальширование справ против граждан Украины и лидеров оппозиции. Представителям оппозиционных партий присоединились и одесситы, которым надоело беззаконие, охватившее все сферы жизни в нашей стране. Федор Александрович поддерживает Юлию Тимошенко уже более 10 лет. Он возмущен тем, что она находится за решеткой и считает, что это репрессивные названия партии регионов, которые посадили и Луценко, и Юлию Тимошенко за граты. Максим Шпат, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. И далее к другим темам. Депутатское объединение Одесса в Верховной Раде планирует заниматься экологическими проблемами города и Одесской области. Об этом его представители заявили на встрече с журналистами. Благое вроде бы дело, но возникает вопрос, так ли уж необходимо для этого создавать очередные структуры. Тем более, что даже сейчас отношение к объединению Одесса весьма неоднозначное. Инициированное регионалами даже среди представителей своей политической силы оно не нашло единогласного одобрения, а уж среди оппозиционеров и подавно. Почему, знает Вадим Шпаченко. Цели и задачи депутатов из объединения Одесса выглядят многообещающе. В первую очередь они решили взяться за экологию. Однако сам метод вызывает сомнения. Представители регионалов почему-то уверены, что основной экологической проблемой для города является отводная коллекторная труба, выводящая канализационные стоки в Черное море. Начало положено вот эта труба. Кто доволен этой трубой, которая выходит в море? Кто не очень? Кто, говорит, критикует? Пока в объединении Одесса 11 человек. Большинство, разумеется, регионалы. Один коммунист и три оппозиционера. Восемь одесских нардепов в виде ее объединения посчитали сомнительной. Интересно, что в когорту сомневающихся вошла значительная часть представителей партии власти. В частности, не счел необходимым свое пребывание в группе Сергей Гриневецкий, покинувший ее через несколько недель после создания. Для того, чтобы любить Одессу и быть для нее полезным, вовсе не обязательно вступать в формальные объединения. Тем более, когда их цели придумываются на ходу, считает представитель оппозиционной части одесских народных депутатов Сергей Фаермарк. Как мне кажется, сегодня любое объединение, да, сегодня важно между парламентской группой и все-таки громадой, да, с четким пониманием, что мы собираемся реализовывать для этих людей в парламенте. Землячество как суть, это очень важно, как суть. Но она должна быть как-то выражена. Народный депутат Украины Сергей Фаермарк также отметил, что готов поддержать любые предложения, которые, кроме красивых, но в основном декларативных слов, будут нести в себе реальную и конкретную пользу для Одесского края и его жителей. А таких острых проблем в нашем регионе накопилось за время правления регионалов очень много. Вадим Шпаченко, Андрей Лысенко, Новая Одесса. Общественный совет при областной администрации призван отстаивать интересы общественности. Но, как оказалось, далеко не всей 80 общественных организаций не допустили к участию в учредительном собрании. Это послужило толчком к созданию альтернативного общественного совета, независимого и отличного от правластного. И подробности далее. 25 января учредительное собрание общественного совета при областной администрации началось со скандалом. Тогда, помимо недопущения в зал заседания некоторых журналистов, во время самого собрания были исключены представители тех организаций, которые показали свое несогласие с происходящим. Создать независимый общественный совет решили неугодные властям объединение общественности. По словам инициаторов, их задача – не взаимодействие с властью, а помощь в отстаивании интересов одесситов. Вот это наша главная задача, чтобы одесситы поняли, что мы пытаемся им помочь отстаивать их права. Ну и объединить всех лидеров общественности различных движений, те, которые входили в общественные действия, которые не входят, которые принципиально не согласны. Предложить им объединиться, координировать свою деятельность с тем, чтобы отстаивать права и интересы одесситов. При создании альтернативного в Одессе фактически будет два общественных совета – приоблгосадминистрации и независимый. И первый, и второй видят своей целью – защиту интересов горожан. Но разница между ними принципиальная. Тот общественный совет, который возглавляют известные госпожа, руководствуется принципом «чего изволите». Наш общественный совет будет руководствовать принципом «честь имею». Вот по этому принципу вы нас и будете отличать. Светлана Пензова, Эдуард Шендрович, Новая Одесса. Рыночная тема сегодня вновь была актуальна. В этот раз предприниматели рынка «Остров» собрались, чтобы озвучить свои проблемы. Они обратились с открытым письмом к журналистам, придав жесткой критике, освещаемой многими телеканалами, мнимую заботу мэра Одессы и городского управления торговли, в результате которой они в итоге рискуют остаться без своих рабочих мест. По причине того, что вещевой мини-рынок «Остров» расформировывают, порядка сотни предпринимателей обязаны собрать вещи и переехать на новые места, которые им предложил муниципалитет. Торговцы таким раскладом недовольны. Почему, выяснил Вадим Шпаченко. Многие из нынешних предпринимателей рынка «Остров» работали тут с момента его основания, еще 13 лет назад. Теперь людей хотят выгнать с места, которое уже стало для них домом. По документам, рынок «Остров» был основан как временный еще в 1999 году. В конце 2012-го арендные соглашения между предпринимателями и администрацией закончились. Ходят слухи, что на его месте построят паркинг. Людей уже обязали переезжать на новые места, которые разбросаны по городу. Одни места между рыбой и капустой, другие между гвоздями и топорами. Есть на ярмарке проспект Добровольского просто пустая площадка практически за пределами рынка, где можно взять только зонтик в снег и столик, становиться и работать. Малевина Делий работала на этом месте еще за три года до официального основания рынка. Принимала непосредственное участие в его основании и развитии. Пенсионерка не может понять, кто и на каких правах решил лишить ее работы. Я лично никуда не пойду. Я свое здоровье здесь составила. Пусть они дадут сделать нам рынок рядом с нашим рынком, где мы торговали. Городской голова Алексей Костусев приезжал на рынок незадолго до Нового года. Тогда народный мэр лично пообещал, все предприниматели будут обеспечены равноценными рабочими местами. На ту сторону хочу вас перевести. Сейчас архитектура мне уже... Там где вы смотрели? Да, мне архитектура уже предоставила, на следующий день уже предоставили мне план. Где там это? Там получается 150 этих лотков, но это мало. Я сказал, чтобы они искали еще... Неужели слово мэра ничего не значит? И кому тогда верить, если обещания чиновников остаются только обещаниями, да и то в прошлом? А на практике все оказывается иначе. Недоумевают предприниматели. Вместе с ними недоумевают Вадим Шпаченко, Андрей Лысенко и Новая Одесса. За несколько дней снежного плена в Одессе к ситуации привыкли и приспособились. Транспортное сообщение в основном восстановлено. А вот работа пригородных маршрутов была парализована полностью. Только спустя несколько дней после снегопада водители вновь вышли на работу. Сегодня с ними общался Вадим Шпаченко. На автостанции возле привоза снег убрали. А вот за ее пределами нет. Возможно, спецтехника, которой так хвастается муниципалитет, застряла в пробке? Несмотря на то, что дальние маршруты восстановили свою работу, дорога не убрана даже возле автовокзала. Не успев выйти на рейс, маршрутки становятся в пробке. На центральном автовокзале ситуация еще хуже. Чтобы проехаться по снегу, выезжать за его территорию не надо. Убирать снежные завалы тут и не думали, жалуются водители. Хотя за городом дорогу с горем напополам все-таки привели в порядок, говорят они. Проехать можно, но сложно, признаются водители междугородних автобусов. Проезд в населенные пункты области восстановлен. И слава Богу, говорит представитель службы автомобильных дорог Украины Олег Антонюк. На сегодняшний день по автомобильным дорогам региона, в частности по государственным дорогам, проведен весь комплекс мероприятий по расчистке, по посыпке. И дороги доведены до черного покрытия. На четверг в Одесской области объявлено новое штормовое предупреждение. Однако заторов на дорогах не будет, заверил директор облавтодора Александр Жердий. Мы прогарантируем, что на четверг, на пятницу тоже заторов по области не будет. Вадим Шпаченко, Андрей Лысенко, Новая Одесса. Вот таким выдался этот день. Но это еще не все на сегодня. Далее смотрите проект «День за 100 секунд» и узнаете, что еще произошло в мире после прогноза синоптиков. А завтрашнее утро начинайте с нашим каналом и проектом «Новое утро на Новой Одессе». Приятного вечера. Увидимся. Оставайтесь с нами. 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 Прогноз погоди За даними Центру погоди, у середу 30 січня в Одесі прогнозується хмарно без опадів погода. Вітер північних напрямків слабкий 1-3 метри на секунду. Атмосферний тиск вищий за норму – 766 міліметрів притутного стовпа. Вологість повітря – 85%. Температура повітря вночі – 8-10, в день – 5-8 градусів морозу. СТРАХОВАЯ КАМПАНИЯ ТЕКОМ УВЕРЕННОСТЬ В КВАДРАТЕ Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону 719-05-55. СТРАХОВАЯ КАМПАНИЯ ТЕКОМ СТРАХОВАЯ КАМПАНИЯ ТЕКОМ